Сегодня вас ждет Lada Vesta получит новую версию Появилось видео с краш-теста Lada Vesta S-V-Cross Lada Priora уйдет на пенсию летом следующего года Появились первые фото новой версии Lada 4х4 Chevrolet Niva вновь подорожает и получит расширенную гарантию Автоваз отчитался об итогах 2017 года Автовазу есть чем похвастаться Продажи автомобилей Lada выросли на 17% Всего за год реализовано 311 588 машин Против 266 296 экземпляров в 2016 Бестселлером марки осталось Гранта 93 686 машин, но спрос на нее вырос только на 7% А вот спрос на Vesta вырос на 40% До 77 291 автомобиля Успеху также способствовала смена поколений двух главных конкурентов Solaris и Rio, которые стали заметно дороже На третьем и четвертом местах корпоративного рейтинга Largus 41 741 автомобиль и X-Ray 33 319 Еще любопытно, что Москва и Московская область выбились в лидеры среди регионов по объему продаж автомобилей Lada За 2017 год здесь реализована 29 861 машина, то есть 9,6% от общего количества Второе место заняла Самарская область Третье место Республика Татарстан 20 545 автомобилей, 66% общих продаж На экспорт за год отправлено 24 тысячи машин Прирост 31%, причем самой продаваемой моделью за рубежом остается древняя Lada 4x4 Стали известны сроки прекращения производства четырехдверки автоваза Lada Priora Российский производитель планирует завершить сборку седана Lada Priora в июне 2018 года Автоваз до июня следующего года соберет 7000 единиц Lada Priora Модель встала на конвейер в 2007 году Седан производит с 8-клапаном 87-сильным и 16-клапаном 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра Оба мотора сочетаются с 5-ступенчатой механикой Накануне новогодних каникул предприятие GM AutoVaz подняло цены на Chevy Niva Теперь цены увеличились еще на 10 тысяч рублей Самая доступная Niva в комплектации L без подушек безопасности, обогрева сидений и музыки С 1 января перешагнет психологическую отметку 600 тысяч рублей и будет стоить 806 тысяч Цена наиболее богатой стандартной комплектации LA Plus вырастет до 753 500 рублей А самое дорогое по-прежнему остается Chevy Niva в исполнении GLC Special Edition 770 900 рублей Однако тольятинцы увеличили гарантийный пробег в полтора раза с 35 до целых 50 тысяч километров Правда есть ограничения Гарантия на передние ступичные подшипники, амортизаторы, кислородные датчики и элементы выпускной системы Кроме катализатора, действуют в течение одного года или 35 тысяч километров пробега Видеоотчет заводского краш-теста модели Lada Vesta Universal Cross подготовила издание Авторевью В ролике представлено, как 950-килограммовый таран бьет автомобиль вбок на скорости 49,83 км в час Пятидверная Vesta неплохо себя проявила в испытании В тесте участвовал автомобиль в топовом исполнении с четырьмя подушками безопасности Возможно, увеличенный клиренс тоже повлиял на результат краш-теста При ударе правильно сработала подушка безопасности Паро поглотил часть энергии, а стекло задней двери не разбилось Аккумулятор остался целым, утечки бензина не было У автовазовского заводского краш-теста есть определенные особенности А точнее, он проводится по стандартам Euro NCAP, но десятилетней давности С 2016 года масса тарана составляет уже 1300 кг, а не 950 кг, как в видео База Роспатента пополнилась парой новых товарных знаков, зарегистрированных автовазов Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line Информация о новых версиях Vesta появилась впервые Как правило, производители используют схожие названия для моделей, укомплектованных более агрессивным кузовным обвесом, но без технических доработок Или с минимальным количеством доработок Возможно, автоваз выпустит под названием S-Line упрощенную версию Vesta Sport, у которой будет аэродинамический обвес и более крупные колеса По Vesta R возникают вопросы, поскольку в феврале запланирован старт сборки модели Lada Vesta Sport, который получит пару форсированных моторов 140-сильный объемом 1,6 литра и 149-сильный объемом 1,8 литра Возможно, автоваз выпустит более мощную версию Vesta с приставкой R Ходили слухи о появлении 180-сильной версии с двигателем объемом 1,8 литра Новую модификацию у внедорожника Lada 4x4 засняли рядом с учебным центром автоваза Автомобиль находился на эвакуаторе, а сопровождающие его люди сообщили, что это новое исполнение Lada 4x4 называется Shaman Никаких деталей проекта они не раскрыли У Shaman полурамная конструкция и задняя рессорная подвеска А это может свидетельствовать об ориентации на перевозку малогабаритных, но тяжелых грузов Среди особенностей внедорожника армейский окрас, мощный передний стальной бампер, большие колеса с внедорожной резиной Вероятно, новинка создавалась для военных целей Редактор субтитров А.Семкин